Друзья, всем привет! Добрый вечер! Трезвый расчет. Хочу больше говорить с вами про экономику, потому что война войной, а экономика это ее финансирование. То есть, если будет мертва экономика, то и поддерживать войну, борьбу за независимость Украины, борьбу за территориальную целостность, борьбу с агрессором будет не за что. Поэтому нужно заканчивать говорить только про войну. Я думаю, вы, наверное, как и я уже устали от постоянного пережевывания новостей о войне, как войне, о сражениях. Хотя, безусловно, это важная информация. И нужно, наконец-то, переходить к теме, которое многим не нравится и которое многие боятся. А где взять деньги на продолжение войны? Где взять деньги на восстановление экономики? Где взять деньги на восстановление жилья? И как обеспечивать работой украинцев, которые ее потеряли или потеряют в результате военных действий, разрушения предприятий, захвата территорий, ну, собственно, уничтожения рабочих мест? Сейчас начнем прежде всего с рабочей силы. То есть вот сейчас мы с вами, для меня удивительно это как бы, но очень важно. То есть мы сейчас с вами видим некое такое попустительство, которое для себя почему-то решили позволить власти, а именно они себе решили придумать такую тему, что вот если, мол, мы женщин отправили туда вот за рубеж, вот они уехали, то, соответственно, в общем-то, и не нужно думать о рабочей силе, не нужно думать о том, где будут работать мужчины, потому что для них есть армия. Вот хотите заработать, не получается у вас найти себя в мирной экономике военного времени, имеется в виду, которая не на войне. Вот, пожалуйста, идите в армию и там зарабатываете деньги, получаете зарплату. Друзья, это абсолютная ошибка, и это ошибка, о которой нужно говорить прямо в лицо министру экономики, кабинету министров в целом. Нужно, чтобы об этом услышал офис президента, как модератор всех экономических процессов в нашей стране. Почему? Потому что 7 миллионов выехавших украинцев, это 7 миллионов рабочих мест. Это 7 миллионов квалифицированных, либо неквалифицированных работников. Это 7 миллионов потребителей, которые обеспечивали экономику деньгами. Даже если это женщины с детьми, которые не работали, эти женщины и дети определяли уровень потребления и потребности, каждый в своей семье, и генерировали косвенно доходы бюджета через уплату налогов. Отъезд этих людей, это выезд не только их, это выезд еще и их денег, которые они платили в украинскую экономику. Сейчас нужно предпринимать просто максимально четкие, обдуманные шаги для создания новых рабочих мест. И если сегодня речь идет о том, что нужно возвращать украинцев, то в первую очередь нужно отвечать на вопрос, а куда их возвращать и на какие работы их привлекать. Безусловно, сейчас первым, первоочередным локомотивом будет восстановление инфраструктуры. То есть это так называемые строительные работы, это работы по восстановлению инженерных коммуникаций, мостов и домов. Не только рабочая сила в виде грубых людей, грубых рук, а и рабочая сила в виде интеллекта. Потому что построить мост, это вам не четыре кирпича между собой сложить, это первое. И нужна государственная программа восстановления инфраструктуры. Не мнимая история про то, что мы вам каждому компенсируем потери, которые вы понесли в результате российско-фашистской агрессии. Нет. Нужна программа, по которой финансирование будет выделяться определенным компаниям, структурам с украинскими работниками, которые будут выполнять соответствующие работы. И вот как только эта программа появится, так через нее только и можно будет совершать соответствующее финансирование на восстановление инфраструктуры. Потому что если это будет просто всем дать денег, то эти деньги все заберут и уедут. То есть дом разрушен, здесь тебя уже ничего не держат. Соответственно можно тебе дать денег на восстановление твоего дома, который ты получил, обналичил, перевел в валюту и уехал. Поверьте мне, как бы ни был прописан закон по поводу того, что потратить деньги можно будет только на, как вы помните, помню, как с Епитрынка это было, на билеты в кино и покупку книжек, все прекрасно научились их обналичивать с дисконтом. Поэтому эту историю оставьте себе, я имею в виду власть имущих. А расскажите нам историю о том, как эти деньги, которые пойдут на восстановление инфраструктуры и домов, будут потрачены именно на эти цели.